Наша планета Сделай свое открытие на фестивале науки. Вход свободный. Вход свободный. Что такое фестиваль наука 0+, потому что это фестиваль всероссийского масштаба. Интересно, проходит ли он во Владивостоке впервые или уже не первый раз, и что ждет гостей фестиваля? Фестиваль науки – это достаточно тиражируемое событие. В России он проходит, если я не ошибаюсь, 12-й раз. Идея фестиваля науки в России зародилась в Москве, в Московском государственном университете. Цель фестиваля – одна и та же, популяризация науки среди молодежи, всех слоев общества, рассказывать людям, что наука – это интересно. В Владивостоке фестиваль проходит не пятый раз, в Владивостоке фестиваль науки проходит седьмой раз, тогда, когда бренд фестиваля науки вышел на всю страну. Однако выход на городской уровень, максимально звать всех и каждого, мы начали только в этом году. На какой площадке будет проходить фестиваль? Ведь программа рассчитана на два дня, и будут ли повторяться события, или каждый день это какие-то новые мероприятия? – Площадок фестиваля науки во Владивостоке в этом году четыре. Это кампус ДВФУ, Владивостокский университет экономик-сервисов ГУЭС, филиал таможенной академии и музей ДВФУ на Покровском парке. Контент, в принципе, в течение двух дней повторяться практически не будет. Есть вещи, которые пересекаются, однако в целом контент каждый день будет уникальным. – Я прочитала, что у вас 35 лекций, мастер-классов, которые пройдут за два дня. Это еще не считая экскурсии, не считая каких-то игр и интеллектуальных шоу. Вообще, что это будут за лекции, мастер-классы? И рассчитаны они на людей, подготовленных? Или, в принципе, любой человек, даже творческой профессии, сможет прийти и послушать о науке? – Не зря мероприятие имеет возрастной ценз 0+, то есть в целом контент подбирался, чтобы его мог понять каждый. Все спикеры будут читать свои лекции так, чтобы понимал их каждый. Такое количество сделано для того, чтобы любой человек мог найти для себя что-то по интересам. Есть мероприятия массовые, то есть действительно, где спикеры рассчитаны на огромную аудиторию людей. Есть какие-то более нишевые. Какие у нас спикеры? Вам детально может Павел рассказать, мы сейчас вместе с вами об этом поговорим. Люди разные. Одни – преподаватели ДВФУ, другие – популяризаторы науки из Владивостока. Есть люди, которых мы приглашаем, Москва, другие города России, изобретатели. Есть у нас человек, который будет читать лекцию, он работает на Большом Адронном коллайдере. То есть он будет в формате TED вести какое-то интерактивное шоу. Есть люди из геопсихики, которые что-то показывают из этого разряда. Павел, насколько я знаю, вы тоже проведете какую-то экскурсию? Так точно. Мы будем проводить экскурсию в лаборатории нефти и газа, основанную на базе кафедры нефти и газа, инженерной школы ДВФУ. Данная лаборатория занимается исследованием газовых гидратов. Газовые гидраты – это квадратное соединение, то есть, грубо говоря, лед, в котором заключен газ. Самое большое преимущество данного соединения – то, что запасов газовых гидратов в три раза больше, чем запасов кондиционального и газоконденсатного газа. Давайте сразу расскажем, как-то, может быть, более понятным языком, да, потому что даже мне, например, как человеку, абсолютно не связанному с наукой, сейчас не очень понятно, о чем идет речь. То есть, хорошо, когда я приду на фестиваль и попаду к вам на экскурсию, ваш отдел нефтегазовый, правильно? Я там что узнаю? Вы, в принципе, ознакомитесь с самыми последними трендами в нефтегазовой отрасли и энергетике в целом. Увидите горящий лед, то есть газовый гидрат – это, в принципе, лед. Также можете ознакомиться с нашей выставкой, на которой увидите вживую различные марки нефти, можете их потрогать ночью, понюхать и так далее. Не каждый же день вы видите нефть, верно? Абсолютно точно. Но у вас какие-то еще исследования, да, сейчас проходят? Да, на данный момент мы занимаемся разработкой газогидратных месторождений, это самая актуальная задача на сегодняшний момент в энергетике. В Китае в мае запустились промышленные разработки, также пробные разработки велись в Японии, в США, и сейчас мы пытаемся довести технологию до рабочего состояния и запустить проект на российских просторах. А давайте все-таки еще вернемся к экскурсиям, наверное. Я знаю, что будет экскурсия, например, на Палладу, да, но эта тема как-то не совсем связана с наукой. Что там будет? Почему нельзя эту тему связать с наукой? Во-первых, на самом паруснике Паллада будет проходить экскурсия, посетить ее может каждый, на нее будет отходить автобус от кампуса до ВУФУ каждый час или два часа, то есть там все от загруженности зависит. На Палладе, во-первых, будет проходить презентация разработок в области навигации от Даль-Рэпфтуза университета, во-вторых, Паллада все-таки парусник, это механизм, то есть это агрегат, у которого есть очень много вещей, которые на самом деле относятся к науке и конструированию, инженерной мысли, и поэтому о них тоже будет очень подробный рассказ и экскурсия. У вас есть в программе отдельный блок для школьников, экскурсии в лаборатории, но могут ли на эти экскурсии попасть люди более старшего возраста? Потому что мне, например, тоже очень интересно, как дышат цветы. Я понимаю, смотрите, к сожалению, в этом году только организованные группы детей могут попасть в лаборатории ввиду соображения безопасности и вместимости лаборатории. На следующий год мы по-любому будем проектировать так, чтобы попасть туда мог абсолютно каждый, но в этом году все равно большинство интересного контента, который имеется в лабораторных экскурсиях, его все равно покажут на выставке либо экспериментариями. А что нужно, чтобы попасть вообще на эти экскурсии? То есть нужно заранее зарегистрироваться? На экскурсии, чтобы попасть, там проходят работы непосредственно со школами города Владивостока и Приморского края. То есть они в специальную структуру подают свои заявки, и им выделяют группу, собственно, пожатого, которых организованно проведет на теле и на экскурсии. А остальным гостям не нужно никакого специального пропуска? Ни пропуска, ничего не нужно, вход абсолютно свободный. То есть в этот день двери кампуса будут открыты абсолютно для всех? Да, ограниченная территория, правда, в комплексе ДВФУ, но да, она будет абсолютно свободна для посещения. Вот я еще знаю, что в рамках фестиваля вы придумали свою валюту. То есть можно будет купить сувенир на память о фестивале за некие ДВФУшки. Зачем это нужно и как заработать эти самые странные деньги? Как вы говорите, эти странные деньги, они нужны для того, чтобы люди были более счастливы, когда они получили себе какую-то имиджевую продукцию, либо какой-то приз. Почему? Потому что люди будут сами выбирать, что им нужно. То есть у нас будет создана сувенирная лавка недалеко от главной сцены фестиваля. Там, получается, будут различные имиджевые продукции, призы размещены, и на них будет указан ценник в этих самых импровизированных ДВФУшках. И, собственно, человек, который очень активно себя проявил, он берет эту сумму денег, идет и берет то, что ему надо. А не получив какой-либо приз, там, к сожалению, может от него избавиться, или ему что-то не понравится. Как их получить? Будьте на каждом мероприятии фестиваля науки, будьте максимально активны. Если вас отмечают ведущие мероприятия, это может быть соревнование, это может быть конкурс, это может быть лекция, мастер-класс, это может быть что угодно. Если вы себя там очень активно проявляете, то вы, собственно, получаете валюту. Павел, у меня к вам вопрос. Вы как все-таки представитель научной сферы, вот вы кого ждете на фестивале именно среди гостей? То есть вы бы хотели, чтобы пришло больше молодых людей, или людей постарше, студентов? Кого бы вам хотелось видеть? Ну, как уже говорилось ранее, у нас фестиваль 0+, и туда придут люди совершенно разного возраста. Конечно, бы хотелось увидеть молодых ребят, школьников, студентов, которые проникнутся вот этой идеей, вот этим духом науки. У нас будут различные лекторы, различную совершенно направленность, направленностью, начиная от психологии, заканчивая генной инженерией. То есть каждый человек сможет найти по своим интересам лекцию и узнать что-то новое в этой области. Насколько вообще сейчас наука, она актуальна для молодых людей? То есть, если я помню, было время, когда все уходили в творческие какие-то профессии, но сейчас достаточно много людей хотят заниматься наукой. Ну, смотрите, наша цивилизация построена на технологиях. Чтобы двигать эти технологии, нужны свежие умы, новые взгляды, новые мысли. Если хотите понять, насколько актуальна наука сегодня, посмотрите вокруг себя. У вас каждый год что-то новое появляется, именно из технологий. А любой планшет, компьютер, любая технология — это большой научный комплекс. Стык технологий и программирование — это смесь математики и лингвистики. Любой аккумулятор — это химия, это физика, это энергетика. То есть все комплексно, поэтому наука актуальна сейчас даже более чем любая другая сфера нашей жизни. Именно поэтому сейчас актуален термин «научно-техническое творчество». То есть даже здесь уже стыки появились. Так можно поподробнее об этом? Научно-техническое творчество? Да, то есть это название процесса какого-то или… Ну что такое «научно-техническое творчество»? Это по факту процесс изобретения. Однако связан он с чем? Связан он с тем, что это делается в команде и не каким-либо организованным научным коллективом, а добровольной командой людей, которые инициаторы, так сказать. Они горят этой идеей. Они горят этой идеей. Они хотят что-то изменить. Пример этому Илон Маск. Он собрал вокруг себя таких же фанатиков, назовем их так, как он. И в данный момент они хотят через 4 года полететь на Марс. В России самая актуальная платформа для данного вида творчества – это ЦМИТ и Центр молодежно-технического творчества, Кванториум и детские технопарки. Через год и во Владивостоке такие появятся. Так что вот так. Это уже даже не индустрия, это целая отрасль жизни общества сегодня. А мы продолжаем говорить о предстоящем фестивале «Наука-0+.» И сейчас, как и обещали, Павел Осмоловский покажет научный эксперимент. Настоящее научное волшебство. Вы когда-нибудь видели, что происходит с органикой при сверхнизких температурах? Температура кипения азота – минус 195 градусов по Цельсию. Индардум львёса! Огоника охлаждается и происходит фокус. Оно уже всё мягкое, вы не переживайте. Вот, оно уже ничего не поцарапывает. Всё нормально. Друзья, у вас в программе написано, что будет какой-то перформанс под названием «Геопсихика». Что это такое? Написано, что можно будет составить настоящую карту мыслей. Как это будет выглядеть? Ну, понимаете, на нашем фестивале будет представлено не только научно-технические достижения, но и также техническое искусство, можно так это назвать. То есть на данном мероприятии будет разработан специальный шлем надеваться на голову гостя. Человека. И будет считываться образ мыслей, который будет обрабатываться нейросетью и выводить примерно карту лица. Хорошо, вот шлем наденут на мою голову. Что увидят люди на экране? Ваши мысли. Мои мысли? Как это, картинками или как это будет выглядеть? Смотрите, тут скорее будет так. На монитор будет выводиться данные и их анализ. То есть там цифровой, там, знаете, как в матрице будет, что-то в общем непонятное. Однако человек, который работает на этом приборе, сможет проанализировать эти данные и дать вам результаты. Вот насколько он будет действительный, будем считать, что это их собственный эксперимент. А результатом будет просто отражение мыслей, правильно? Или там какое-то заключение? Я не знаю, как на приёме у врача. Что это такое? Для чего нужна будет эта карта? Для того, чтобы читать человеческие мысли. Знать, как человек мыслит, изучать его сознание. Меня просто удивляет, что такое становится возможным в рамках одного фестиваля во Владивостоке. Что ещё удивительного будет на фестивале? Удивительно будет очень выставка и эксперименты. Эксперимент с розой, он очень классический и в научно-популярном блоке достаточно стандартный. Но не так стандартно выглядит, когда вы положите какой-нибудь объект, и вы просто будете на него смотреть, и он просто будет уничтожаться. Такой может быть кристалл, камень. Будут уничтожаться за счёт того, что его будут разлагать ультразвуком. Будут очень много роботов всяких разных. То есть будут роботы-машинки, роботы-слуги. На концертной части фестиваля будет трёхметровый огромный робот. То есть не в котором будет человек, он действительно будет автоматизированный, всё, он там танцует, много своих вещей каких-то делает. На экспериментах будет очень много химии, очень много химических опытов. Жидкий азот – это больше всё-таки физика, потому что холодная температура, кристаллизация. Вы увидите очень много разных превращений. Что-то можно увидеть в интернете, там будет то вулкан, будет то змея из песка вылазит. Вы увидите что-то интересное, то есть то, чего вы в целом видеть не можете. Когда что-то взрывается, что не должно взрываться. Когда лёд, дым без огня. Дым без огня не бывает, а у вас будет дым без огня. Вот тут просто человек поставит, он просто возьмёт палочку над пробирочкой, понесёт, она резко задымится. Поэтому ни огня, ни горячего, ничего не будет. И при этом всё вам расскажут, чего, почему и зачем. Так, хорошо, дым без огня, вещи исчезают, мысли можно читать, ещё у вас какая-то виртуальная реальность будет. Верно. Что это такое? Ну что такое виртуальная реальность, уже никому давно не надо рассказывать. Взяли очки виртуальной реальности, а деле погрузились в другой мир. Однако, всё-таки сейчас виртуальной реальностью большинство людей воспринимается только как поиграть. Компьютерные игры, видеоигры. Собственно, это будет тоже. Но помимо этого у нас будет проект от виртуальной реальности. Наши коллеги представляют, где вы сможете погулять по нефтяной платформе. Вы сможете попасть, по-моему, в Голландию на ветряную электростанцию. Вы будете смотреть ветряки, вы сможете их разобрать, посмотреть все их данные. Вы сможете, что сначала вы смотрите, вот перед вами огромный ветряк, потом вы можете посмотреть все его данные, вы можете его разобрать, посмотреть его двигатель, лопасти, все полностью изучить. Это уже реальное применение виртуальной реальности в жизни, как инструмент, чтобы обезопасить людей на производстве, чтобы логистику упростить. Никто никуда не ездил лишний раз. То есть это уже будут именно разработки научные. То есть это что-то вроде как тренажера для пилотов в кабине, правильно? Тренажеры для пилотов, они уже давно есть. Это уже скорее такие процессы, которые нельзя было смоделировать путем того, что вы просто переносите на экран телевизора, как пилоты сейчас летают. Виртуальная реальность, она все-таки вас полностью в себя погружает. То есть даже если вы когда-либо хотя бы играли в игры, вы понимаете, когда вы надеваете эти очки, вы себя реально там и чувствуете. То есть вы начинаете ходить по земле, вы ходите своими ногами, но ощущаете вы себя на той самой платформе. И если на вас будет плыть акула, вы действительно испугаетесь. Это не как в кинотеатре, в 3D очках, это уже реальность для вас. Я так понимаю, что мы сейчас уже говорим о том, что наука, она выходит за рамки наших каких-то привычных взглядов на нее. То есть это уже не просто опыты, как говоря о науке, мы представляем себе ученых, которые что-то переливают из пробирки в пробирку. Это уже какие-то технологии другие совсем. На фестивале люди поймут, что наука может быть интересной. Она не представляет из себя обычно сидение в лаборатории и мать ее пробирок. Да, это тоже должно быть, но результат вы увидите там. То есть насколько это важно, насколько это нужно и самое главное, насколько это интересно для людей. То есть сегодня у людей очень сильно угас образ человека, который ведет научную работу. Даже в Советском Союзе академики российской академии наук СССР это были нечто великое. А сейчас к ним относятся очень холодно. То есть такие мероприятия, они призваны, чтобы люди действительно хотели на это смотреть, хотели этим заниматься, чтобы для многих это стало смыслом жизни. Звучит, конечно, очень красиво и здорово. И я думаю, что стоит еще сказать о том, что на фестивале еще наука соединится и с искусством. На фестивале ПУСК это как отдельный блок. На фестивале науки будет несколько специальных событий, которые интегрированы в общую программу. Одно из них, да, фестиваль технологического искусства ПУСК. Тема фестиваль науки общая, большие данные. Так вот и выставка ПУСК, она будет именно проходить под этим лозунгом, под этой темой. Там вы видите большое количество арт-инсталляций, и все они визуализируют именно проблему обработки больших данных. Также специальные события будут там турнир по работостроению, соревнования по конструированию и управлению реальными моделями автомобилей, там шоу авиамоделистов, беспилотный летательный аппарат и там многое другое. У вас также будет литературное, да, шоу и научная битва? Science Slam, да, и Кот Бродского. Последнее литературное шоу, где люди проводят, скажем так, очень популярный, интересный анализ литературы. То есть, действительно, людям рассказывают, советуют, какие интересные книги, рассказывают, что это за экспириенс. То есть, Science Slam это проект, где уже ученые по факту соревнуются в ораторском мастерстве. Основной интерес в том, что любой ученый, он действительно великий ученый, когда он не только делает какие-то разработки, но еще и преподносит их так, чтобы понятно было всем. То есть, поверьте, даже в реальном научном мире каждый стремится доложить свою работу максимально простым языком. Так вот, Science Slam это мало того, что популярное мероприятие для всех, так оно еще несет действительно повышение квалификации, так сказать, за собой для людей, которые ведут научную деятельность. Наше время, к сожалению, постепенно подходит к концу. И я думаю, что стоит выделить, может быть, три самых ярких события на фестивале, потому что, к сожалению, на все сходить у гостей не получится. Это экспериментариум с выставкой, это пуск, и обязательно посетите несколько лекций. То есть, какие именно вам по душе? Это три вещи, которые нельзя посетить. И я думаю, что стоит напомнить, куда все-таки гостям приходить, в какие дни, в какое время? 27-28 октября с 12 часов дня до поздней ночи. Кампус ДВФУ, остров Русский, вход свободный. Также есть площадки на базе ВГУЭСа, таможенной академии и музей ДВФУ на Покровском парке. Который будет работать 28-го числа. На два дня целая у вас огромная программа, и я желаю вам, конечно, удачи, успеха. Я желаю, чтобы все получилось, потому что я уже даже для себя выбрала кое-что интересное, и думаю, что науку полюблю еще больше. Спасибо большое. Спасибо вам, что вы пришли, что рассказали о фестивале. Удачи вам. До свидания. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продана. Увидимся на восьмом. Ольга Продана.